В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне Государев Дом открылся многофункциональный центр Мои Документы. Наш офис будет предоставлять порядка 400 услуг. Сегодня день памяти первого директора Московского коксугазового завода Павла Федоровича Гаевского. Многие в школах даже не знают, кто такой Гаевский. Вот это беда, конечно. Видновчане приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант-2021». Повышать образование всегда нужно и интересно. В жилом комплексе Государев Дом сегодня распахнул в своей двери новый полноценный офис Мои Документы. Оборудованный по всем современным стандартам, МФЦ расположился в самом популярном у местных жителей торговом центре Аструм. Торжественное открытие посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. Пожалуйста. Куда надо пройти? Смотрим на табло. Почетным первым посетителем нового многофункционального центра Мои Документы в поселке Лопатина стал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Сегодня он запросил выписку о своем трудовом стаже. А трудовой стаж сотрудников учреждения на этом месте только начинается. Наш офис будет предоставлять порядка 400 услуг. Он абсолютно равнозначный по главному офису, то есть все те же самые услуги. Основное это пенсионные фонды, услуги социальной защиты, услуги Росреестра, это сделки с недвижимостью, услуги МВД и паспортного стола. Микрорайон, где было решено открыть дополнительный офис, быстро растет. Сдается много домов, население увеличивается. В последнее время здесь остро ощущалась нехватка многофункционального центра. Сегодняшнее открытие сильно разгрузит центральный МВЦ в городе Видное и распределит потоки населения. Концепция была разработана такая, что разгрузить центральный офис в Видном, который сейчас испытывает колоссальную нагрузку, можно не только улучшением условий центрального офиса, но и созданием дополнительных офисов в поселениях городского округа, для того, чтобы жители не ездили в центральный офис, а получали это рядом с домом. Новый офис «Мои документы» расположился на втором этаже Большого торгового центра «Аструм». Работает он, как и все МФЦ, с 8 утра до 8 вечера, без выходных. В центре предусмотрено 10 окон для обслуживания посетителей и 3 рабочих места для обработки электронных заявок. На благо жителей округа здесь будут трудиться порядка 40 сотрудников. Я хочу с этим событием поздравить и жителей, и сотрудников. В это непростое время пожелать им, конечно, терпения и здоровья. Всем нам большое спасибо за их труд. Как отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, новый офис просторный и светлый. Получателям услуг здесь определенно будет комфортно. Но на этом администрация муниципалитета не останавливается. В планах открытие еще одного центра «Мои документы». На 2022 год у нас запланированы в бюджете денежные средства для открытия полноценного большого офиса, не меньше этого, в локации на Володарском шоссе. Скорее всего, это пригород лесной, 99% это будет пригород лесной. Этот ФПЦ оснащен всем необходимым для работы оборудованием. Здесь даже предусмотрена зона для получения фотоуслуг. Под впечатлением остался и директор Московского областного многофункционального центра. Естественно, коллеги перед открытием с нами согласовывали все проекты, которые у них были. И вот я должен отметить, что коллеги установили камеры в каждом окошке, чтобы записывать именно общение заявителя с оператором. И при возможных каких-то конфликтах можно было разобрать ситуацию. Так как микрорайон, где сегодня открылся новый центр «Молодой», сотрудники офиса уже предполагают, что самыми востребованными услугами здесь станут получение пособий, социальной защиты и паспортного стола. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Льгосадовская, ВИДНЭТВ. 16 ноября отмечается День памяти Павла Федоровича Гаевского. Вот уже 42 года, как не стало этого легендарного человека. Но около дома, где он жил, продолжают собираться жители города Видное, чтобы вспомнить первого директора Московского коксогазового завода. Подробнее в нашем сюжете. Улица Гаевского, дом 11. Место встречи многих поколений видновчан. Именно в этом трехэтажном многоквартирном доме, построенном в 1957 году, проживал почетный гражданин Ленинского района, герой социалистического труда Павел Федорович Гаевский. Многих ветеранов нашего завода, нашего города в лицо лично знал. Это люди, которые вместе с отцом делали вот эти вот славные дела, строили наш город, строили завод, поднимали завод. Но грустно то, что уходят эти люди. Первый директор Московского коксогазового завода Павел Гаевский приложил немало усилий для процветания работников предприятия и их семей. Под его руководством Видное превратился из временного поселка в неповторимый город-сад. Знаменитая теперь на весь мир мотобольная команда «Металлург» появилась тоже благодаря его усилиям. Встречаюсь со школьниками, и когда начинаешь говорить, к сожалению, беда вот эта. Многие в школах даже не знают, кто такой Гаевский. Вот это беда, конечно, у нас. Поэтому молодежь, помните об этом. В день памяти легендарного директора у дома, где он жил, собрались члены его семьи, ветераны завода, ученики 11 класса средней школы номер один и ребята из оборонно-спортивного клуба «Ратник». Для того, чтобы вспомнить человека, благодаря которому любимый город знают во всей России. В предложении проводить почаще экскурсии, уроки родного края, экскурсии в историю культурного центра. Там действительно очень богатая информация про то, как все начиналось. После митинга участники памятного события возложили красные гвоздики о мемориальной доске и почтили память знаменитого земляка. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видном состоялся географический диктант. Это всероссийская просветительская акция, проводимая Русским географическим обществом с 2015 года. Ее основная цель – популяризация знаний о нашей стране среди населения. Диктант представляет собой список из 40 вопросов, разделенный на две части. Первые 10 вопросов являются базовыми и составляют основу знаний школьной программы. Остальные задания требовали от участников более глубокого подхода, логики и образного мышления. Написать географический диктант могли все желающие. В связи с нынешней ситуацией, когда у нас закрыта граница и мы можем и должны путешествовать по России, почему бы не приурочить географический диктант к познаванию чего-то нового и затем посмотреть эти места уже воочию. Цель участия в акции каждый определял для себя сам. Кто-то хотел проверить свои знания о географии России, другим интересно было открыть что-то новое. Я родился в Туркмении, из рода Туркминстана и там закончил. И вот в Россию я приехал 6 лет назад, я здесь учился и не знаю вообще, как вопросы будут по географии, и хочу просто посмотреть, что будет. В любом случае важно, потому что повышать образование всегда нужно и интересно. По регламенту на написание диктанта у участников ушло 45 минут. Каждому был присвоен идентификационный номер, по которому после 5 декабря на сайте Русского географического общества можно будет узнать результаты. Третье хирургическое отделение Видновской районной клинической больницы заработало в полном объеме полгода назад после капитального ремонта. Сейчас врачи медучреждения принимают пациентов в плановом режиме со строгим соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности. Третье хирургическое отделение Видновской районной клинической больницы было организовано в 2001 году по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации. И вот уже 20 лет врачи учреждения оказывают плановую медицинскую помощь населению с применением новых технологий. Операции практически все доминальные на органах брюшной полости, грыжи различные с применением современных методов. Это с установкой сеток разных трансплантатов, лапароскопические операции, холецистоктомия. С момента его основания отделение возглавляет хирург высшей категории, заслуженный врач России Василий Осокин. Василий Витальевич рассказывает, что после капитального ремонта закуплено новое оборудование, в частности эндоскопическое и инструментарий. Реконструкция палат произведена. Больше одноместных палат стало с туалетами, с душевыми. Поэтому более комфортное пребывание. Стоит отметить, что пациенты поступают в отделение только после полного обследования и с отрицательным ПЦР-тестом. Раиса Анквич проходила плановую диспансеризацию в поликлинике. После УЗИ был обнаружен камень в желчном пузыре. По совету терапевта обратилась в третью хирургию к Василию Осокину, который и провел операцию. Я была очень поражена всеми условиями. Чистота идеальна. В палате одна. Девчонки и сухарики на кухне. И все так вкусненько. И все так чистенько. И после операционной сестра прям и ночью зайдет. И как вы. И все. Люди просто чудесные. Я настолько прям благодарна. Вот прям говорю, мне прям, верьте, мурашки, да, прям вот бегут. Настолько мне здесь вот прям понравилось. Палаты повышенной комфортности рассчитаны на круглосуточное пребывание не более 15 пациентов. Сейчас в медучреждении работают 4 хирурга высшей категории. С начала года было проведено более 600 операций. А в октябре открылось и детское отделение. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Знание – путь в будущее. Так написано на гербе Видновской школы номер 5 с углубленным изучением отдельных предметов. Совсем скоро образовательное учреждение отметит 40-летний юбилей. Чем живет школа сейчас и какое она встретит свой пятый десяток, расскажем в нашем следующем сюжете. Больше времени уделять любимым предметам и еще в школе получить углубленные знания по математике или английскому языку, которые позволят затем легко поступить в профильные институты. Такая возможность уже много лет есть у учеников Видновской школы номер 5, выпускники которой из года в год показывают отличные результаты на итоговой аттестации и поступают в ведущие вузы страны. Мы отмечаем процент детей, процент выпускников, которые сдают экзамены, в том числе математику, русский язык, и набирают 220 баллов и больше. То есть вот в этом году у нас этот процент, ну примерно где-то 32% таких выпускников. То есть хороший показатель. Отбор в профильные классы проходит после окончания начальной школы. Ребят предупреждают, трудиться придется много. К примеру, в седьмом В с углубленным изучением английского иностранный язык в расписании каждый день. Процесс образования у нас идет по учебникам с углубленным изучением языка. На язык отводится 5 часов в неделю, плюс дополнительные курсы, а также факультативы и внеурочные занятия. Поэтому ученики имеют возможность удачно и успешно подготовиться к экзаменам. Сами ребята уверяют, английский каждый день – это совсем не сложно. Я отличница по английскому языку, и я занимаюсь дома, вне школы. Как ты считаешь, тебе язык английский пригодится? Я думаю, что да, может быть, даже будет профессия, связанная с английским языком. Мне нравится изучать английский язык, и я хорошо сдал вступительный контрольный в этот класс. Еще у меня есть в субботу и воскресенье дополнительный английский, поэтому у меня 7 дней в неделю английский. Впрочем, и ученикам общеобразовательных классов школы номер 5 тоже скучать некогда. Для любителей краеведения и туризма организован курс «Тропа». Есть свой отряд юнармии. У нас ребята занимаются и музыкой, и изобразительным искусством. Ребята у нас активно вовлекаются в соуправление школой. У нас создан совет старшеклассников. Сейчас в пятой школе проходит обучение более 1400 ребят под чутким руководством 80 педагогов. 19 ноября школа номер 5 отметит свой 40-летний юбилей большим концертом. Ожидаются выступления не только талантливых учеников, но и родителей, а также выпускников учреждения. С наступающим праздником! Пятая школа! Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!